Сегодня у Московской области день рождения, 90 лет. В честь этого события в Доме правительства в Красногорске собрались представители и делегации от всех муниципалитетов, чтобы отпраздновать эту важную дату и, конечно, пожелать нашему региону дальнейшего развития. Праздничное торжественное собрание открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что во все времена Подмосковье было и остается стратегически важным регионом нашей огромной страны. И оно всегда играло особую роль в укреплении государственности, духовных традиций, в культуре, науке и военных победах. А также напомнил, что юбилей – это лишний повод озвучить результаты развития региона. Сегодня отчисленность региона 7 миллионов 600 тысяч человек. Вместе со столицей мы растем быстрее всех в стране. Только за последние пять лет у нас в Подмосковье появилось полмиллиона новых жителей. Это значит, что несмотря на немалое количество сложностей, проблем столичной агломерации, люди стремятся и хотят жить в Подмосковье. И, конечно, хотят жить здесь хорошо. Очевидно, что наша главная задача – работать так, чтобы отвечать этим высоким запросам. На сегодняшний день Подмосковье занимает лидирующие позиции в развитии экономики среди других регионов страны. У нас работает более 100 тысяч педагогов и около 116 тысяч врачей. Полтора миллиона человек зарегистрировались на сайте Добродел, а это значит, что граждан волнует то, что происходит в их родном регионе, который, в свою очередь, растет и развивается. Построено множество детских садов, школ, спортивных стадионов, медицинских центров и дорог. Проведена масштабная работа по благоустройству городов. Также с поздравительным словом выступил полномочный представитель президента Российской Федерации Игорь Щеголев, который зачитал послание от Владимира Путина, и мэр Москвы Сергей Собянин, который акцентировал внимание на важности развития дорожной сети нашего общего столичного региона. За эти годы многое сделано. Построены десятки развязок, реконструированы вылетные магистрали, вплоть до небольших дорог, до дачных участков, программу, которую мы также вместе приняли чуть более года тому назад. Но один из самых главных проектов, который мы приняли, это создание так называемого наземного метро вместе с российскими железными дорогами. Мы из года в год создаем новые магистральные пути, новые транспортные коммуникации, переезды, интегрируя железные дороги, транспортную сеть Москвы и Подмосковья. В этот праздничный день увеличилось количество почетных граждан Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев присвоил это почетное звание трехкратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирине Родниной и легендарному тренеру по гандболу Владимиру Максимову. В завершение вечера яркие концертные выступления известных артистов стали настоящим подарком делегациям всех муниципалитетов, в том числе и городского округа Щелково. Хотелось бы пожелать жителям Московской области и, конечно, щелковщанам движение вперед, развитие, здоровье, благополучие.